Продолжение следует... 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 И мне очень нравится, как и в чём я иду по своему пути. Мне нравится он со всеми остановками, светофорами, кочками, абсолютно со всем. И я счастлива, что в 30 лет я не слушаю общественное мнение, что я слушаю только себя и делаю так, как я хочу, и в то время, в которое я хочу. Вот такие вот завуалированные мысли к 30 годам. Но самое главное — моё самоощущение. И моё самоощущение прекрасное. И в этот мой день рождения я хочу попросить вас подарить мне подарок. Он совершенно не будет ничего для вас стоить, но для меня он безумно ценен. Во-первых, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал здесь, в Запрещенке, или в Телеграме, если вы ещё на них не подписаны. Везде контент разный, уникальный, красивый. Самое главное — я прошу сегодня, в мой день рождения, поделиться моими видео. Этим, другими, моими постами, рассказать о моём блоге. Подарите мне такой импульс вашей энергии, поделитесь моим блогом, расскажите, почему на меня подписаны, если хотите. Либо просто сделайте какой-то репост, чтобы о моём блоге на всех площадках узнало как можно больше людей. Это для меня очень ценный подарок. И если кому-то кажется, что сердечки — это какая-то мелочь, я знаю, что это не со зла происходит, что просто человек не думает, что это важно. Но вот я очередной раз вам говорю, что это очень важно. Сердечко — это показатель любви к блогеру и насколько вы готовы задержаться на том контенте, который он создаёт для вас. Поэтому, пожалуйста, не забывайте. И если вы не пролайкали что-то у меня во всех соцсетях, пожалуйста, сделайте это сегодня. Пролайкайте всё, что вы не увидели. И это очень поможет развитию моего канала и моих всех соцсетей. А развитие моих каналов влечёт за собой более качественный контент, рекламу более дорогую. А более дорогая реклама влечёт за собой, что? Правильно, быструю стройку нашего дома. И тем, кто постоянно это делает, спасибо вам большое. Ещё больше красивого фартуки. Ну, он рабочий, да? Какой здесь серёжный фартук? А другой не получается, потому что если тканевый, и если ты деревом ткнёшься, ну как-то должен быть, видимо, мешкать. Вот как это, с табличкой висы. Давай, на другую ножку подпишись. Я бы более доставлю. Вот это поворотный стол. Ну, типа, да. Реально? Нет, не такое. На своём канале я вас уже ознакомила с моей подругой Юлей Совой. Она фотограф и участвует во всех наших историях, типа, давайте снимем постельное бельё на воде. Но вообще, Юля по образованию художник по дереву. И творит она невероятно милые предметы интерьера. Например, этого домовёнка создала тоже она. Лет пять назад я показала ей скетч кухни своей мечты. Как раз её вы видите на заставке моего канала. Тогда я придумала, что хочу дверки на встроенный холодильник, деревянный, с художественной резьбой. Юля это увидела и сказала, о, а я так умею. Слово за слово, и я узнала нечто новое о своей подруге, что она не только фотограф. И вот спустя много лет настал, наконец-то, тот день, когда она начала творить самые красивые фасады на наш холодильник. Она распечатала в размере референс. Но вживую мы поняли, что элементы очень большие. Поэтому сова стала творить свой рисунок. Чему лично я очень рада. Ужасные условия для работы нет ластика. Прости, пожалуйста, я забыла. Да это очень красиво. Почему ты считаешь, что тут ничего такого нет? Это же просто шедевр. Это начало. Начало, а уже шедевр. А, нет, не так. Почему? А там, видишь, такая вот тут идет вот такая еще. Вот сюда. Так давай не будем ориентироваться на то. Давай создавай свое. Давай. Вот как ты придумала, вот так и делай. Я вот отсюда тогда больше придумала. Давай. Еще вот такого. А здесь мы тогда сделаем птичку. Ну, допустим. Субтитры создавал DimaTorzok Кот. Это красиво там. Держись, держись. Веди самое интересное. Это же потом начнется еще все воплощаться. Клоги, наверное, вообще сойдешь в него. Вот такой более свободный, вот как здесь, видишь, есть такая пустота. А можно сюда там бахнуть, допустим, еще там листочек. Вот, например. Мне это, конечно, нравится, когда еще там листочек. Но мне жалко тебя. В смысле? Да нет. Ну, это просто само наполнение. То есть... Мне нравится, когда понаполнено. Более наполнено. Она будет прям кучрявая. Ну, ты... Вырутое суть! Больно. Можно добавить еще другой листок. Но он будет более дробленный. Вот этот лист, он будет ровный. Ну, типа, просто срезается кромка. А можно кромку сделать еще вот такой. Ну, типа... Срезаться вот в эту сторону, и он будет такой прям... Прикольно. Шероховать. Мне нравится то, что много разных элементов будет. Если на такой лист добавим, мне кажется, будет красиво. Ты сколько дней теперь это все вырезать? Давай мы опустим. Очень-очень много дней. Сейчас будет чистенько, красиво. Постогой. А, это постогой? Как раз вот им и латунь надо чистить. Да? Да? Это мне на рынке сказали, что вот эти вот все штуки можно чистить постогой. Ну, попробуйте. Мы купили два щита размерами для дверок холодильной и морозильной камеры. Размеры нам дал конструктор Мистер Дорс. Именно они делают нашу кухню. Единственный мастер, который отправил нам щиты, ошибся с толщиной. Она должна быть меньше. Но это легко исправить, как сказала Юля. Третий день работы. Это вообще, конечно. Ну, третий, по факту. Ну, второй. Просто они совмещены. Вчера только эскиз перенесли сюда. Ну, а еще же был один день. А, ну, никто не считается. Это мы только придумывали эскиз. Нифига себе, ты нарисовала вообще-то вот это вот в первый день. Это может быть длительный процесс. Годовой. В общем, вот этот вот листочек, Юля говорит, он уже практически частовой. Вот такой вот. Да, он покоробленный просто. Очень красивый. Буду шлифовать. И все. Три-ка сделать. Как меленько. Как здесь, потрогай. Мне вот это нравится. Вот так, видите, вот что раз, да? Угу. Ну ладно. Ну ладно. Ой, красотища. Говорят, они лазерную машинку. Чего вы мучаетесь-то? Да, мучаемся вообще. А я в рабстве. Ну, с арбузером только так. В рабстве. Хорошо, конечно, но очень грязно. И пора, кажется, признать, что у нас не квартира, а дом с участком. И участок требует тоже нашего внимания и уборки, потому что никто, кроме нас, этого не сделает. Это просто какой-то кошмар и ужас. Тяжелая артиллерия. Ой, как пахнут шариками воздушными. Эх, лук, лучок. Идем убираться. У меня такое количество мешков мусорных, потому что мы их покупали вместо штор, когда записывали уюты. Если заградить весь личностный рост до одного предложения, то все мы хотим, чтобы нам было хорошо, и мы все не хотим, чтобы нам было плохо. Это все остальное частности. Практически все люди, что ступили однажды на путь развития, рост и духовных исканий, это люди, столкнувшиеся с таким уровнем боли, который никаким другим способом не унимался. Нам приехали наши гипсовые карнизы. Гипсовые карнизы бренда ArtPoly заказывали через Decoro. А доставка была деловыми линиями. Господи, вот хуже доставки, чем деловыми линиями. У меня ощущение, что они будут... Хотя нет, бывает. Кто у вас будет разгружать? Я говорю, в смысле, кто вы? Доставка стоит 10 тысяч рублей. Но как бы ее не я платила, а ее платил салон Decoro, потому что у них доставка бесплатная. Но я знаю, что она стоит 10 тысяч. Вот именно этих карнизов и плинтусов, которые к нам приехали. Я говорю, вы будете разгружать? Он такой, нет, я водитель. Я говорю, у нас была разгрузка. Я тут одна, рабочих нет. Что я дальше выслушала? В общем, когда меня спрашивают, зачем я практикую медитации, чтобы не поехать ку-кухой, работая на стройках. Вот оно, мое богатство. Это порезка, которая составляет, это то есть часть наших гипсовых карнизов. Сейчас покажу. Это маленькая часть самого карниза. Такие милые. Вау. Здравствуйте. Да, это потолок, а это стена. Вот так вот. Классный у меня видок сегодня вообще. Ну и наши плинтусы на второй этаж. Плинтус у нас будет только на втором этаже, потому что на первом этаже у нас наливной пол. И это значит, что мы можем сэкономить на плинтусах, потому что они там нафиг не нужны. Плинтусы делаем только там, где, соответственно, паркет, ламинат, дерево и так далее. Такие вот красивые. Это хайвуд. И мне кажется, что хайвуд это соотношение цена-качество, потому что европласт бывает гнутые. Приходят какие-то странные. Орак достаточно дорого, а хайвуд у них и модели классные есть, и они, правда, дешевле, чем тот же самый Орак. Если вам вдруг понравятся эти плинтусы, они очень красивые и нормальной цены, это у нас хайвуд B100NP. А карнизы красивые, которые я вам показывала, это артполе SKT92. SKT92, сами карнизы, и порезка SP17. Вот, но артполе у них, конечно, свои приколы, ждать долго, и, в общем, не очень все хорошо, но красиво. Екатерина, спасибо вам за все люстры в этот дом. Кать-человек, который нам присылает люстры из Люксембурга, Германии, Франции, из-за всего. Так, как вы думали, что выглядит тимбилдинг, тимбилдинг? Кать, там оделась? Нет. Это наша великолепная команда, которая образует мастерскую апгрейдов. И Катя, и Олесе изначально мои домовята. Когда-то они проходили уют-уюточ, после чего решили изменить свою жизнь и пошли получать образование дизайнеров. С Катей мы работаем вместе больше двух с половиной лет, а с Олесей полгода. И даже несмотря на то, что Катя переехала жить в Люксембург, мы продолжаем творить по всему миру апгрейды для вас. Заявку на апгрейд можно оставить на моем сайте, ссылка всегда в описании под видео. Катя приезжала ненадолго в Москву. Мы прекрасно провели время вместе, немного поработали даже и были в гостях в ее красивой квартирке. Рум-тур по ней я показывала вам два года назад. Господи, прошло уже два года, когда мы клеили мои обои в детской. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты понимаешь, вот такое постоянно происходит? А это если ты будешь красивать мебель, видимо, потому что видно, что какие-то прям… А, нет, они просто… Когда складываешься вместе, казалось, что… Нет, есть у них оттенки для мебели тоже. Тоже краска для мебели. Вы есть краска для мебели? Только мебель покрасивана. Дом. Красим дом. гениально просто гениально а это домик моих лучших друзей лиза и яра и по совместительству объект на которой остается меньше всего времени поэтому работа там ведутся очень медленно но кажется сейчас процесс пойдет быстрее потому что наконец-то смонтирована корпусная мебель и состоялся монтаж дверей правда не до конца привезли оказывается синие наличники и мы помнили что они синие когда уже все нарезали постоянно показываю только красивые что-то и жизнь дизайнера там распаковочки декора пытаюсь найти упаковку от наличников чтобы понять там было написано black или не black потому что наличники оказались синими двери черные в накладной все написано black а по факту не на упаковке непонятно что было написано black или не black вроде все принимали как black но напилили уже наличники и увидели что они синие и если сейчас на упаковке от наличников будет написано не black то значит якобы мы виноваты и мы должны за это платить а не компания а ей потому что мы приняли такую упаковку и мы должны были вот этикеточку проверить на наличниках а не только в накладной а если будет написан там black значит тогда виновата не компания опять же виноват монтажник потому что он сразу не заметил оттенки а только когда уже порезан наличники то есть при любом раскладе компания не будет виновата в этом нашла коробку от наличника и на ней написано black то есть нами были приняты наличники black как оно и должно было быть но в коробке лежали не black поэтому это косяк профиль doors и очень сложно понять что это синий ну как бы если вот не смотреть то что я черные сейчас тоже есть не сравнивать со мной это видно что это как бы черный цвет но когда он уже все порезал оказалось что наличник то синий прикиньте чем будем добиваться правосудия но я вам еще не показывала что это за красота такая стоит цветная сейчас покажу это шкаф для одежды в береговом все конечно такое сейчас грязное и прям и свет дурацкий но смотрите так он фиолетовый фиолетовый классный оттенок готовы папа 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 а внутри сумасшедший зеленый просто творим что хотим вот такой вот он зеленый внутри черные стены сзади это полка съемная чтобы был доступ к нашему люку и здесь у нас штанга две штанги для короткой одежды для обуви для курток еще для одежды и вот здесь вот собственно для все одежды которая должна лежать и для длинных пальто платьев так далее а тут у нас получается такая сидушечка и вот там пространство где тоже будут еще крючки для курток и сверху у нас антресоль потолок здесь будет делаться из деревяшек из брусочков опускаться прямо под шкаф сейчас конечно тут выглядит все не так круто но поверьте я доведу до ума этот объект кухня кстати тоже встала но она еще не доделана поэтому показывают пока что нечего почему она не доделана смотрите хожу подальше сама кухня не такая большая она углом здесь еще будет стоять холодильник модуль для хранения получается духовка вот она наша духовка стоит черная после духовки сразу же дверка где будет мойка и ведро бутылочница и здесь посудомойка дверка от посудомойки еще вон на стоит нас пока что нету мебельных ручек поэтому ее не прикрепили сначала нужно мебельной ручки потом уже ее сюда ставить здесь еще не готова столешница мы будем только-только заказывать столешницу будет бетонная бетонная хвойного оттенка и она будет с интегрированной раковиной и у столешницы будет вот такой вот бордюр который будет подходить соответственно к плитке то есть получается что столешница такая вот так вот идти и дальше будет подниматься то есть там с толщина столешница сантиметра два с половиной и все остальное это будет бордюр шкаф конечно просто убойный а еще кондиционер надо покрасить точно так же как здесь красили радиатора в цвет стен 10 утра жека береговой приняла черные наличники и синие забрали знаете что оказалось что не все наличники были синими то есть например мы увидели порезку что-то было черным все таки то есть несколько штук в одной упаковке были черные а несколько что были синими сейчас проверила все что нам привезли все это лежит каждая осмотрела все слава богу черного цвета все поднесла к двери подписала что все принято и все хорошо как вообще было дело я написала сначала своему менеджеру профиль dors сказала что вот такая ситуация синие наличники она мне говорит ищите но это вы помните как я копалась музыка ищите упаковку чтобы там было написано black потому что если там будут написано что синий и вы например не увидели артикул на упаковке а он как бы вот такой сбоку там где-то то значит тогда не наша вина значит тогда вы должны платить за это потому что вы приняли как бы синие подписались я нашла там было написано black тут никто не виноват кроме того что компания просто положила не те наличники не в ту упаковку вот и все позже какая маленькая машинка сейчас вы посмотрите на эту машинку это что такое это что такое смартик маленький получается в пятницу я им написала они не пишут во вторник говорят забирайте свои черные наличники из бц румянцева я такая говорю а с хрена ли почему я должна это забирать или мой заказчик привезите доставку ну как бы вы чё это ваш косяк визите с другой стороны как бы все равно вот я потратила время чтобы доехать даже к береговой ну в общем башь на башь ладно пускай привезли а потом опять же кто будет поднимать тащить нет хорошо что они все таки доставку организовали практически поругалась сама собой привезем вам доставку 12 до 3 я говорю хорошо приеду буду встречать сегодня просыпаюсь навожу марафет 9 утра мы не можем до вас дозвониться мы вас скоро будем доставки это как всегда ладно грешно жаловаться без скандала все слава богу поменяли и все на черный все проверила все поднесла черный цвет ура каждый 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 проверил теперь только так и будем действовать знаете как вот так вот привозит но черные же черные ничего проверять как будут так снимать пленку вроде не надо синим было то же самое вот точно такой же оттенок под пленкой а снимаешь пленку но прям синий был так что теперь надо каждый наличник проверять снимать пленочку да и вообще видимо теперь так совсем будем действовать прямо снимать пленку на доставке они просто под пленкой видеть, что там да, вроде как чёрный. Я со своей главной помощницей снова в Береговом, потому что позвонили из профильдорфа. Мне звонят и говорят, а зачем вы вместе с наличниками вернули доборы? Я говорю, я возвращала все порезанные палки синего цвета. Откуда я знаю, что между этими порезанными палками добор, а что наличники? Если они там все порезаны, они все синего цвета. Они говорят, нет, тут вам доборы не довезли. И я так и не поняла. Я что-то неправильно вернула, хотя я возвращала все синие палки. Или они не довезли мне в итоге доборы чёрного цвета. В общем, итог один. Новая доставка профильдорфа. Зато в этот раз я со своей белой помощницей сейчас встретим с тобой чёрные доборы и поедем домой. Встретили с помощницей добор. Один добор. Один добор. Вот из-за одного добора приехали на доставку. Классный подиумдорф. Так, в общем, как я вам говорила, у меня день рождения сегодня, если вы смотрите 14 апреля это видео. Но снимаю я эти кадры за два дня до. Поэтому всем пока. От меня 29-летний. Увидимся с вами в моих 30. Надо пока сказать. Пока скажем. Пока. Пока.